Добрый день, дорогие друзья! Я бы хотела в первую очередь выразить благодарность Алексею Ивановичу, Наталье Алексеевне за приглашение, потому что мы с компанией Биохутор Петровские многолетние партнеры, но для меня это первый визит. Хотя специалисты уже не первый раз работают, у нас всегда делегации на это мероприятие, и сегодня это и наши специалисты в области защиты растений, организаторы мероприятий, специалисты-гроном, что означает для нас, как для Федерального научного центра биологической защиты растений, который занимается основами основ, это научным сопровождением биологических технологий и технологий органического земледелия, нам всегда не просто важно понимать, знать, а видеть своими глазами, что называется, щупать то, что происходит в этой индустрии сегодня и сейчас. И мне хотелось бы просто напомнить аудитории, что если мы говорим о биологической защите растений, то, конечно, в нашей стране здесь хорошие истоки, хорошая история, хорошая основа. Что не сказать об органике, потому что только в 2018 году у нас был принят федеральный закон, и, собственно, в 2019 году два региона, это Воронежская область и Краснодарский край, которые приняли именно региональные законы в этой области. Есть в остальных регионах у нас законодательная поддержка, но, тем не менее, вот если мы говорим именно о региональном законах, то это два вот этих региона. Есть, безусловно, особенности производства биологизированных технологий, особенно органики. По многим аспектам сегодня Алексей Иванович этого коснулся. Мы тоже хотим подчеркнуть, что да, конечно, в отличие от интенсивных технологий, это сложнее, но сложность состоит в том, что нет достаточного количества подготовленных специалистов, нет выгоды здесь и сейчас. Но это нормальное, рентабельное, высокотехнологичное производство, если вы хотите этим заниматься в долгую. И мне хотелось бы отметить, что если мы говорим об органике, то есть, безусловно, три преимущества во всем мире. Это экологичность, это социальные аспекты и это экономические аспекты. С экологичностью все понятно, здесь объяснять ничего не нужно, но если мы говорим о социальных и экономических аспектах, то мне бы хотелось отметить, что во всем мире это как крупные производители, но также это и средний и малый бизнес. И семейный бизнес в том числе, да, потому что если какие-то сельхозтоваропроизводители не могут конкурировать в интенсивных технологиях с крупными товаропроизводителями, то они вполне вероятно могут успешно конкурировать в области биологической защиты и органических технологий. О социальных аспектах этой предпринимательства социальные, это и детское диетическое питание, о котором тоже сегодня мы вот услышали впервые, что вы начали работу с воротыняни, это особенно приятно. И другой очень важный аспект для нашей страны, который сейчас не просто обсуждается, а выстраивается, пытается выстраиваться на законодательном уровне и по экономическим аспектам, это добавленная стоимость. Очень важно, чтобы в области органики наша страна не превратила сырье во вторую нефть. А именно, чтобы мы не занимались, не просто занимались, точнее, продажей сырья, а занимались развитием рынка через развитие собственного внутреннего рынка. Именно поэтому здесь нужна переработка. Именно поэтому важно, чтобы и наши производители, и наша страна получала ту самую добавленную стоимость. И чтобы мы не превращались в те страны, которые занимаются поставкой сырья, например, а потом, поставляя, например, зерно, покупают органические хлопья и дают ту самую добавленную стоимость совершенно другим странам. Например, Германия, которая совершенно не является лидером по выращиванию продукции органик, но она является мировым лидером по переработке и поставке продуктов, переработке в этой области. Я специально касаюсь всех этих аспектов, потому что именно компания Биохи Утр-Петровский отвечает, как вы видите, всем вот этим требованиям. И мне очень импонирует, что Алексей Иванович подчеркнул в своем выступлении, что о прибыльности зашла речь только когда начали заниматься вот этой самой переработкой, потому что действительно сейчас, если мы говорим о сырье и о поставках сырья по органическим технологиям, то здесь себя неплохо чувствуют только компании, которые занимаются экспортом, крупным экспортом в этой области. Свой путь Алексей Иванович, который очень детально описал, он отвечает всем вот этим требованиям. Это можно назвать уже средний бизнес. Здесь я хочу сделать комплимент, потому что когда ты не видишь, тебе кажется, компания одного уровня, когда ты приезжаешь и видишь хозяйство своими глазами, это не просто приятное удивление, Алексей Иванович, это мое восхищение, потому что действительно это дорогого стоит. Это семейный бизнес, и это работа через вот эту самую добавленную стоимость, когда речь идет о переработке. Вот это важно. Мне хотелось бы также подчеркнуть, если говорить о компании «Биохутор Петровский», о том, что мы, будучи федеральным научным центром, делали вместе многое, но я хотела бы остановиться на двух аспектах. Мы для компании «Ксеванча» делали всегда качество биопрепаратов, и мы очень рады, что они работают в серьезной и качественной компании «Биотехагра», с которыми мы тоже много лет сотрудничаем. И второй момент – это анализ почв, микробиологический анализ почв, который мы в свое время сделали для хозяйства Алексея Ивановича. И для нас это был такой самый яркий пример, потому что мы делаем это массово и регулярно, но совсем немного у нас в стране хозяйств, которые более пяти, а в данном случае десять лет, работают по этим стандартам. И мы сравнивали почву из интенсивных технологий с почвой в биологизированных технологиях. Вы знаете, это кардинальная разница. То есть там, где нельзя увидеть разницу за один, два, три года, за десять лет разница колоссальная. И мы это как ученые подтверждаем. Это, безусловно, связано с качеством продукции компании «Биохутор Петровский», в которой не приходится сомневаться, потому что для сравнения, количество грибов рода триходерма в тех наделах, которые выращиваются по биологическим стандартам и стандартам органик, совершенно другое количество. И мы практически не высевали грибы рода фузариум. Это одни из главных индикаторов того, что почвы либо утомлены, либо они находятся в состоянии высокой активности. И для себя, как для ученых, мы в очередной раз делали вывод, что вот эту разницу можно уловить от пяти лет. То есть до пяти лет идут вот эти перестройки, и существенную циверную разницу мы улавливаем вот в этом промежутке. Поэтому здесь очень отрадно, что не просто серьезный экономический подход у компании выстраивается, а выстраивается очень серьезный научный подход в том числе. То есть то, о чем говорит Алексей Иванович, это подтверждено нами как наукой. Мне бы хотелось вкратце, чтобы не занимать много времени, рассказать о нас как о Федеральном научном центре биологической защиты растений. Мы находимся в городе Краснодар, не так далеко. Мы очень рады, что главный научный центр профильный по этому направлению находится на юге России, в главном сельскохозяйственном регионе, там из Ставропольской, Крым, Ростовской области, все рядом. Мы отбросим фундаментальные аспекты, которыми мы, безусловно, занимаемся. К нам вы можете обратиться по любым вопросам, связанным с технологиями защиты. Мы сможем помочь вам с анализами почв, биопрепаратов, с фитопатологическими анализами, если вы сомневаетесь или вообще не понимаете, что происходит у вас с позиции заболеваний. Более того, наши специалисты сопровождают хозяйство по выращиванию тех или иных культур. То есть мы заключаем договор и ведем вас вот в этих системах по вашему запросу. Есть большой запрос на интегрированные технологии. То есть когда люди не готовы идти в чистую биологию или чистую органику, они пытаются минимизировать использование химических средств и максимум использования биопрепаратов. Но это нужно уметь сочетать. И, безусловно, это биологические технологии и технологии по системе органик. Поэтому вы к нам всегда можете обратиться. Сегодня Алексей Иванович в своем выступлении сказал о том, как он начинал и искал и продукты, и биопрепараты, и технологические решения. Поэтому в завершение я хотела бы пригласить вас и сказать о том, что мы регулярно проводим три ключевых мероприятия. Первое мероприятие является ежегодным. Это День биологического поля. Оно проходит у нас в конце мая, начало июня. Елена Юрьевна Шипиевская, будьте добры, встаньте, чтобы вас представить. Занимается полностью организацией и представляет это мероприятие. У нас в среднем 10 компаний, которые заходят на данную площадку, в том числе компания Биотехагрос с нами с самого начала. И на этом я делаю особый акцент, потому что на этом мероприятии вы можете познакомиться не с компаниями, которые готовы предоставить вам отдельные продукты, то есть отдельные биопрепараты. Вы сможете познакомиться с компаниями, которые готовы поделиться с вами системами защиты и многолетним опытом. Потому что один продукт мало что может дать. Вам нужны системы защиты растений, понимать, сколько они стоят, и какая из представленных систем вам подойдет. Это очень важно. Средства, технологии, это все можно найти на нашем мероприятии. Это единственное профильное мероприятие, если мы не говорим о хозяйствах, в мире науки и производства, которое мы делаем. Второе мероприятие мы регулярно проводим на площадке выставки Югаграм. Надеемся, что в этом году оно состоится. В прошлом году мы пропустили. Там мы обсуждаем последние актуальные аспекты в области биозащиты с производителями средств, с министерствами и так далее. И раз в два года у нас проходит международная конференция. Она состоится в следующем году, в сентябре 2022 года. Не смущайтесь, что это научное мероприятие, потому что первый день – это всегда бизнесовый день. То есть на нашей площадке – это наука, это бизнес, это все министерства власти, которые причастны к выстраиванию рынка нового принципиально под названием «Органик» и развитием рынка под названием «Биологическая защита растений». Поэтому еще раз благодарим за приглашение. Алексей Иванович, надеемся на дальнейшее подпорное сотрудничество, потому что примеры таких компаний, серьезность подхода, нацеленность на долгосрочную перспективу – это дорогого стоит. Это вот тот пример, когда идет демонстрация того, что у нас, как у страны, пусть это звучит, может быть, пафосно, есть большие перспективы в этой области. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, отвечу, за контактами подходите. Есть вопросы к Анжеле Михайловне? Нет? Спасибо, Анжела Михайловна. Нет.